всех приветствую продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин по книге великие музеи мира жан-франсуа детруа репродукция коронования эстер около 1825 года бумага ручной работы печать 79 на 110 представленная репродукция с яркой цветной печатью воспроизводит картину известного художника французского рококо жанна франсуа детруа коронование эстер композиция выполнена по всем правилам высокого жанра исторической живописи и близкий сюжет преподнесен на виде костюмированной многолюдной сцены окружение пышной архитектурной декорации представляет художник широкую возможность продемонстрировать свое мастерство компоновки планов техники рисунка владение перспективы и цветовой палитры сын и ученик известного мастера эпохи ледовика 14 франсуа детруа жан-франсуа в течение четырех лет обучался в италии возвращение из которой сделать блестящую карьеру и вершины стал пост директора французской академии в риме художник славился искусностью письма и редкой плодовитости он писал удивительно легко и быстро композиции его картин хотя и театральный полны воображения и яркого колорита 1730-е годы по заказу короля ледовика 15 жан-франсуа выполнял декоративные работы по украшению версали тогда же им было создано множество эскизов и картонов для мануфактуры габелленов хотя искусство репродукции возникло в европе в начале 19 века максимально точная документальная передача оригинальных художественных произведений стало возможно лишь в конце 19 столетий в связи с совершенствованием процессов воспроизведения на основе фототехники до этого репродукции выполнялись вручную различными способами из тампа что обуславливало высокую степень субъективности в передаче и интерпретации оригинала нередко для большого сходства с авторским полотном фитографии раскрашивались полупрозрачным слоем масляных красок и даже подвергались рельефному тиснению для получения имитации поверхности холста и рельефных мазков масляной живописи неудивительно что при таком способе изготовления репродукции часто значительно искажался и огрублялся оригинал тем не менее дешевая и доступная литографическая репродукция являлась важным средством демократизации искусства и его распространения в широких кругах прежде всего среди городского населения представленный образец является прекрасным примером ранней петографической репродукции со всеми ее достоинствами и недостатками ну вот такое описание работы репродукции коронования ст.р. около 1825 года художник Жан-Франсуа де Труа пока-пока, до свидания, текст по книге Велики Музея Мира Музея Мира музея Мира Музея Мира